Как все начиналось? Я так понимаю, что мы сейчас стоим возле здания, в котором, так сказать, и начиналась, да, вот эта Биробиджанская автономная область. История еврейско-автономной области уникальна. Уникальна не просто вот эта вот фраза и на этом закончить. Дело в том, что какой бы мы момент жизни этой области не затронули, и если это перенести вот на те 20-е годы, когда после революции, в общем-то, образовался Союз Советских Социалистических Республик, вот с тех пор вырабатывалась какая-то линия, стратегия по национальным вопросам. Как же определиться государству в области национальных отношений? Многие были различного рода и идеологически, потому что не было практически. При царизме была одна система, а здесь большевики решили определиться, что же такое нации, как с ними находить общий язык. Как мы знаем, Сталин был в этих вопросах как бы лидирующим среди большевиков, и многие статьи, многие работы его были посвящены национальным вопросам. Но вот эта вот традиция как бы национальная, рассмотрение национального вопроса, она вот с тех пор и не прекращалась. То есть с различных точек зрения подходили к этому вопросу, как же определить, во-первых, нацию, как определить развитие этой нации, что такое народ. И вот когда на определенном этапе стало ясно, что в Украине, Белоруссии, Молдавии, вот в тех европейских, как бы по отношению к СССР, республиках, начинаются решаться какие-то проблемные вот эти дела, связанные с тем, как же определиться, что сделать с еврейскими местечками, как с ними поступить. И вот тогда, в 1924 году, этот вопрос стал настолько остро, что было принято решение о создании Камзета для того, чтобы решать вопрос об устройстве еврейских трудящихся. Вот тогда комитет по земельноустройству еврейских трудящихся и принял решение о том, чтобы в районе Крыма, юга Украины и поехали дальше по различным направлениям искать, где же создать и как это образовать, вот такую вот государственность. Они искали варианты. Эти варианты были многочисленны. Я очень много работал с архивами, где-то я считаю, что около 20 территорий рассматривались, в том числе и на Кавказе, и в Средней Азии, и доходило даже до Сибири, рассматривали возможность использования этих территорий. А вот почему все же был избран Биробиджан, вот это тут более-менее становится понятным. Дело в том, что сюда, на Дальний Восток, приехал в 1923 году Михаил Иванович Калинин. Он был председателем ЦИК. И это его поездка от Читы до Владивостока. Он первый среди руководителей государства решил посмотреть, что собой представляет Дальний Восток. Знаете, я считаю, что то, что было сказано Калининым в те годы, оно сегодня реально и живет, и его даже отношения, его взгляды к нашему соседу за Амуром, к Китаю, это настолько сегодня актуально, что трудно себе представить, как можно было вот так вот высказываться, как можно было так приводить такие примеры необходимости четких построений в отношениях экономических, политических между нашими государствами уже на тот период времени. И он даже указал те болевые точки, которые, в общем-то, в 90-е годы, они выявились во всей своей красе. Это речь идет о том, что когда торговля эта приобрела какой-то дикий вид, когда китайская водка, от которой здесь даже травились в 90-е годы, она и в те 20-е годы, когда это все только начиналось, она создавала огромные проблемы. То есть в 90-е мы как бы потом повторили? Абсолютно. Вы знаете, я когда читал эти документы, значит, я просто удивлялся, как это могло вот так вот, если переложить это, все это соотноситься с сегодняшним. И почему ранее никто об этом не думал, значит, что надо было бы заглянуть вот в те документы и увидеть, к чему это приведет вот открытие вот в 90-х годах. Мы же буквально угробили экономику Дальнего Востока китайским ширпотребом и вот этой водкой. Да, были приняты потом таможенные барьеры, таможенную политику, значит, потом построили необходимым образом, но осадок остался. Но если вернуться к истокам, то вот я так понимаю, что здесь в этом здании работало первое руководство. А я сейчас как раз к этому и подойду. И вот в 23-м году, когда он сюда приехал и он начал объезжать по Амуру вдоль железной дороги, он здесь остановился, значит, по всей видимости на пароходе сплавлялись там, остановился в селе Нижнеленинском. И вот тогда были сказаны его знаменитые слова о том, что на вопрос, так сюда и никто не едет, он и сказал, ну подождите, говорит, скоро поедут сюда. И это было сказано именно вот здесь, в нашем селе Нижнеленинском, сегодня Ленинское называется село. И вот с тех пор Калинин после того, что вернулся, по всей видимости, у него закралась мысль о том, что вот здесь огромные площади. Здесь же никто не жил, по сути дела. Заселение было только лишь вдоль железной дороги и вдоль Амура, когда еще в 1850-х годах расселялись казаки. Вот эти вот казачьи станицы и железнодорожные вот эти уезды и полустанки, вот это и все было в основном население. Значит, я, конечно, понимаю, что тут были еще и города Хабаровск, Благовещенск, Чита, но все остальное было относительно свободно. И вот Калинин, приехав, по всей видимости, вернувшись в Москву, он Камзету, как я понимаю, заявил о том, что да, здесь есть, давайте мы посмотрим сюда. И он потом бил себя в грудь кулаком и говорил, что это я предложил сюда, Камзету, направить экспедицию. Такая экспедиция была направлена, значит, и в 1927 году непосредственное руководство было за Брухом Борисом Львовичем, общее руководство профессор Вильямс осуществлял. Эта экспедиция где-то пару месяцев объездила тут те села, которые были, где люди проживали, а в основном они, значит, рассматривали эту территорию с точки зрения возможности ее использования, проживания под различными, так сказать, углами. То есть как сельскохозяйственное освоение, так и промышленное. Потому что уже тогда становилось понятно, что заселение евреями Юга Украины и Крыма чисто по земельному, так сказать, экономическому вот такому вот расселению, оно не совсем отвечало тем требованиям и тем желаниям, которые были. Дело в том, что не было такого у евреев, чтобы они занимались на земле, чтобы они работали на земле. И здесь было очень много проблем, значит, как же это все обустроить, потому что надо было и орудие труда, надо было научить евреев управлять лошадью. Кстати, вот я просматривал те документы в архиве здесь, и инструкция номер один для первых переселенцев, которые были, Эта инструкция была посвящена, как управляться с лошадью, потому что это было для них ново. Да, они занимались ремесленничеством, они занимались там кожевинными делами, какими-то еще другими ремесленными вопросами. Но вот что касается сельского хозяйства, это, конечно, было сложновато. И вот тогда, в 1927 году, когда профессор Брук подготовил отчет, по этому отчету было проведено ни одно совещание, ни одно заседание, значит, и в конечном итоге, в 1928 году было принято решение о том, чтобы эту землю закрепить за евреями. И началось весной 1928 года переселение. Я хочу сказать, что вот это уже на тех этапах, 1927 год, после того, как Брук начал публиковать свои отчеты официально, с этими отчетами познакомился Иосиф Либеберг. Он тогда возглавлял институт еврейской пролетарской культуры в Киеве. И вот эти отчеты его заинтересовали. Они не полностью отражали ту действительность, которую хотелось бы иметь. И он начал интересоваться, что еще было исследовано на этой территории, и чем эта территория еще привлекательна. Либеберг начал собирать материалы по этой территории. Материалы, конечно, ему удалось собрать, потому что кроме Брука, значит, надо сказать, что еще и при царизме рассматривались вопросы изучения территории Дальнего Востока с точки зрения ее экономического освоения, укрепления обороноспособности, создания экономической безопасности, возможности использования природных богатств этого региона. И вот все это, если разложить по полочкам, Либеберг начал собирать. И вот когда уже в 1928 году было принято решение о закреплении этих земель, окончательно институт, которым руководил Либеберг, начал заинтересоваться и заниматься непосредственно этими вопросами. То есть, если мы говорим о том, что Либеберг сюда приехал в 1934 году, но это не означает, что он не занимался ранее вопросами Биробиджана, этой территории. Надо отметить, что непосредственно об этом написала одна из его коллег, Эстер Розентль Шнайдерман. Ее мемуары были опубликованы позже уже и изданы в Израиле. И она описывает как раз вот этот вот период, что Либеберг вел переписку с профессором Бруком и пытался дополнительно выяснить, что же собой представляет эта территория. В 1931 году был создан рабочий поселок Биробиджан, а в 1932 году Либеберг уже окончательно увидел, что из тех районов, которые были созданы в Крыму на юге Украины, Биробиджан имеет определенное преимущество. И вот тогда было решено в институте послать сюда каких-то представителей для того, чтобы на месте изучить и посмотреть, что же собой представляет эта территория. И в 1932 году Либеберг совершил первую поездку сюда в качестве директора института, понятно, и вместе с Борохом Губермом, который в то время работал в этом институте, они вдвоем приехали, они здесь объехали практически все наиболее значащие села, были непосредственно в Биробиджане, встречались с населением, вели переговоры и вернулись в Киев настолько воодушевленные, настолько разгоряченные тем, что они увидели, что они провели у себя заседание Академии наук. В Киеве, как пишет Розентль Шнайдерман, еще ни разу не собиралось, столько народу, столько вопросов, столько информации было на вот этом заседании, представлено Либебергом, что все были воодушевлены той идеей освоения Биробиджана, которая в головах у людей начала вертеться с неимоверной скоростью. Сразу после этого Либеберг предложил институт на месяц перевести в другой режим. Это означало, что вся работа, которая велась в институте, была приостановлена. Порядка 60 человек, кто-то постарше, кто-то помоложе, были разделены на группы по два человека и направлены были в местечки, в города Украины с тем, чтобы проехаться и повстречаться с людьми и рассказать им о том, что такое Биробиджан и воодушевить людей на переезд на эту территорию. Это была, конечно, огромнейшая работа, проведенная Либебергом. И я хотел бы сказать, что она дала определенные результаты, потому что те данные, которые есть у нас сегодня, они исследованы, они показывают, что более 50% переселенцев, приехавших вообще в Биробиджан, это были представители Украины, евреи из Украины. То есть из каких регионов? Из Украины имеется в виду и Житомир, и Винница, и Львов, Вовщина. То есть вот эти вот местечки, города Украины, куда поехали представители института, они получили наибольшую информацию и, конечно, заряд этой энергии, которую Либеберг им передал. Хотелось бы отметить, что после поездки Либеберга он попытался, увидев то, что здесь делается, а было не совсем как бы все, на его взгляд, правильно построено. То есть он увидел и большой процент возвратничества. То есть люди приезжали сюда и не могли найти работу по специальности. То есть их не пугала вот эта территория, их не пугали эти комары, о чем ранее говорилось о том, что это страх, какие комары, от них, так сказать, невозможно никуда спрятаться. Этого не было. Был просто вот такой вот возврат людей, специалистов, которые не могли найти работу. Но еще надо один момент здесь учесть, что возвращались не обязательно на Украину. Возвращались, уезжали просто из Барабиджана и переезжали в Хабаровск, переезжали в Владивосток, другие города, в том числе в Благовещенск. В 1932 году мы знаем, что уже Комсомольск-на-Амуре начинал, и в том числе и в Комсомольск-на-Амуре переезжали. То есть увидев, что здесь нет работы по специальности, люди просто, значит, обращались в Азеты, которые были практически в каждом городе, в городе, в Барабиджане, в Хабаровске, значит, Азеты, контора Азеты была, потому что Азеты это была организация по земельному устройству юридических трудящихся, потому что комитет это была общая структура, а Азеты, они были созданы не только в России, они были созданы практически и за рубежом, во многих странах мира. И именно вот эти Азеты, они оказывали потом помощь как материальную, так и помощь в переселении, желающих выехать в Барабиджан в последующем. Поэтому тут надо отметить положительную роль Азетов. И вот, когда эти переселенцы уже приезжали в Барабиджан, они сталкивались, либо Берг увидел эту проблему, и осветил ее. Он с большим трудом надобился, что в центральной газете российской были опубликованы его, так сказать, материалы о том, что требуется по-другому подойти к освоению этой территории, к организации работы здесь непосредственно в Барабиджане. И, конечно же, когда в 1933 году в начале шел разговор, вот как Розентель Шнайдерман описывает в своих мемуарах, рассчитывали, что в 1933 году будет образовано, но в 1933 область не была открыта как образование. Это было перенесено на весну, на май 1934 года. А чуть позже, после образования Еврейской автономной области, когда стал вопрос о необходимости создать органы власти, вот тогда Либберга утвердили как бы на должность председателя организационного комитета, и в декабре 1934 года был создан, создан первый съезд депутатов, который избрал его уже председателем области полкома. Вот с того времени уже ведется как бы конкретный отсчет области деятельности органов власти, и Либберг был первым руководителем, который вот в этом красивом здании, оно построено в стиле Баухаус, практически вот есть вот этому зданию сестра или брата, я не знаю, как правильно было бы назвать, в Тель-Авиве. У меня есть альбом Баухаус, как бы Тель-Авив это считается историческим вот таким вот центром архитектуры Баухауса. Вот аналогичное здание, после Мюнхена, наверное. Не, одним из, одним из. И вот аналогичное здание, по сути дела, есть и в Тель-Авиве. Поэтому, конечно, здесь были сосредоточены все органы власти раньше области, и сегодня здесь здание мэрии города Бирагаджана. Но вот если вот взять и посмотреть на эту историю, следует отметить, что создание области национальной вот такой вот, ведь раньше, когда мы говорим о том, что это было за история, какие мифы существовали, мы знаем, что миф был о том, что это сталинский проект, миф, что это был Красный Сион, значит, в пику, будем говорить, Палестине, когда это уже в последующем было. Мы знаем о том, что за рубежом практически никто не хотел признавать, так как ортодоксальные евреи говорили о том, что кроме Палестины мы ничего не рассматриваем. Но в данном случае мы говорим о том, что немного другая ситуация сложилась в мире. И процессы ассимиляции, они, в общем-то, привели к тому, что и европейская часть еврейства, и довольно большое число, и, значит, другая особенность, то, что здесь, в общем-то, идишистская культура, язык идиш, он был, как бы, в России больше превалировал по отношению к евриту, так как считалось в те годы, что еврит – это язык Библии, язык Торы, а идиш – это вот народный язык, это язык общения, хотя сегодня тоже, можно сказать, и в Израиле к этому относятся, значит, те же евреи ортодоксальные, они владеют идишем, независимо ни от чего. Я понимаю, что они не общаются, значит, с утра до вечера на нем, но вместе с тем это присутствует. Вот тогда, и когда мы рассматриваем этот вопрос, в чем же особенность эта уникальность, вот это создание именно здесь, и почему Либберг стал во главе и, в общем-то, вел это движение, я думаю, что в тот момент, и он, в общем-то, многие годы тогда подтверждался как бы своей вот этой историей, еврейский язык, он в России остался как бы языком, и понятие вот это, куда идти, оно со стороны государства было жестко регламентировано. Я понимаю, что большевики подошли к евриту со всей пролетарской ненавистью. Это, так сказать, один из вот таких вот, что ли, моментов негативных, надо отметить, потому что все, кто занимался евритом, значит, были подвергнуты репрессиям. То есть было идеологизировано вот это вот, язык сам был идеологизирован. Да, да, да. То есть вот на этой почве произошло как бы размежевание. Вы идышем занимаетесь? Да, занимаетесь идышем, но евритом тут, не тут, а вообще в России было запрещено заниматься. Мы знаем, что это было не только в те 30-е годы, потому что и любые курсы, любые какие-то семинары или еще что-то, которое было связано с евритом, оно, в общем-то, пресекалось, и как бы можно было и загреметь под фанфары по полной программе в те годы. Но в данном случае мы говорим о том, что был здесь и превалировал идиш, потому что сразу же практически с первых дней стал вопрос о том, что необходимо создать еврейскую газету, и она была создана, газета Беребеджан и Штерн. Необходимо было здесь. И Либберг, как только приехал сюда, рассматривал вопрос о созыве языковой конференции всероссийской. Либберг еще в Киеве ставил вопрос о том, чтобы собрать всю литературу на идиш, которая была, в том числе из Ленинграда, из Одессы, были очень богатые библиотеки, были очень богатые фонды, и после того, как Либберг сюда приехал, первым делом, что он поставил перед правительством Российской Федерации, в том числе перед Калининым, вопрос о том, чтобы перевести сюда институт. Это была, конечно, мощнейшая, так сказать, идея. Он попытался собрать весь литературный фонд, тот, который у него был, собрать сюда его, и то же самое перевести в библиотеку Биробиджана. Есть в архивах документы, которые подтверждают, что сюда Либберг собрался перевести в том числе и музей Одесский, и киевские все фонды библиотечные. То есть так вопрос ставился, и мы это видим в архивных документах. Конечно, говоря о уникальности этого проекта, вот, кроме того, что эти ученые, эти раритеты книжные, Либберг поставил вопрос о том, что необходимость создать фильм о Биробиджане, и рассматривался вопрос о том, чтобы пригласить киностудию имени Довженко сюда, для того, чтобы был настоящий фильм о Биробиджане создан. Вот «Искатели счастья» это не тот проект, да? Это не тот проект. Была другая идея, и Довженко тогда считался самой лучшей киностудии. И он рассчитывал это, он писал письма, был один вариант, значит, и ему дали, так сказать, как бы проект, посмотреть, что это сценарий этого фильма, другого совершенно режиссера, Либибер, когда узнал об этом, он сказал, что это такое, говорит, человек никогда не был в Биробиджане, и хочет снять фильм о Биробиджане. Человек не понимает, где это находится, что он будет снимать, о чем этот фильм может, что он может показать этот фильм. Вот такие вот выражения, когда были, я вам хочу сказать, что вот этот вот момент, он очень интересен, интересен чем? Дело в том, что и после Либиберга многие хотели писать и значит, рассказывать о Биробиджане, никогда не побывав здесь, то есть они пользовались какой-то сборной солянкой, они просматривали какие-то газеты, какие-то там статьи, и на основании этого материала пытались рассказать о Биробиджане. Это, конечно, очень сложно. Почему? Потому что невозможно понять и почувствовать ту атмосферу, которая в Биробиджане. Многие, я встречался с людьми, они, когда посмотрят Биробиджан и встречаются здесь с биробиджанцами, они говорят, что это какое-то другое мировоззрение у людей. Это люди не с другой планеты, конечно, но люди по-другому общаются, по-другому другое. А как бы вы охарактеризовали эту особенность, специфику биробиджанцам? Я считаю, что наиболее доброжелательная аудитория здесь, это люди, которые, чем отличаются европейская часть от дальневосточной, потому что здесь нет такого большого общения, нет такого ажиотажа, ажиотажа, здесь все размеренно, здесь жизнь течет более спокойно. И люди в Биробиджане, они, ну вот как мне кажется, они знали друг друга, если не по имени, то в лицо точно. То есть можно пройти по улице и увидеть очень много знакомых лиц, это значит, что да, это Биробиджанцы, это те люди, которые здесь живут, и подойти сюда, значит, встретить на улице любого человека, я думаю, что это будет очень приветливый вот такой вот и встреча, и общение, и диалог, потому что это другая жизнь, совершенно другая. Сегодня, конечно, нет вот той атмосферы, которая была в 50-х, 60-х годах. Я ее хорошо помню, потому что в те годы живы были родители, жива была моя бабушка, это как бы я отвлекаюсь немножко. Но это носители вот той первой волны, настроений, что же, культуры. Учитывая, что в моей семье очень много говорилось и писали, говорили на идыш, я практически идыш этот слышал с утра до вечера, и я понимал, уже став взрослым, что это говорят, уже потом, работая в газете «Беребежанштерн», я уже освоил чтение и письмо, то есть для меня это уже было практически не проблема, так как на слух я многое знал и говорил и понимал, а потом уже научиться читать, писать, это было уже как дважды два, по сути дела. Что касается, вот еще надо отметить по Либербергу, надо отдать ему должное. Он здесь до конца был, да? Да. В своей жизни он здесь умер? Да, он приехал сюда уже в ранге члена-корреспондента. Вот сегодня, если взять и оглянуться на нашу историю, по такому уровню руководителей с такими знаниями, с таким багажом не было практически. Не было. Ни в правительстве СССР, ни России, чтобы член-корреспондент Академии наук украинской в должности директора института приехал и работал. У нас и сегодня я думаю член-корреспондент я тоже не знаю. Есть доктора наук руководителей значит регионов, но член-корреспондент я сомневаюсь, что даже сегодня это есть. Самое главное здесь даже было не в этом. За ним поехали и ученые с этого института. И Либберг в 1935 году создает, видя, что у него не получается перетащить сюда весь институт целиком, он создает здесь научную комиссию. Вот о этой научной комиссии я написал отдельную статью, потому что это была уникальная в масштабах Биробиджана организация. Она была как отдельный отдел с самостоятельными правами в правительстве области. То есть это комиссия, которую он выделил и закрепил за ней как штат, так и финансирование. И на базе этой комиссии, потому что ей круг определили вопросов, по сути дела охватывающие все, что можно было только экономику, переселение, и культуру, и историю, и все вопросы связанные с сельским хозяйством, с природными ресурсами. То есть все, что было, он замкнул на эту комиссию, потому что необходимо было все поставить на научную основу. В 1935 году рассматривался вот под таким углом зрения. У нас и сегодня еще не каждый регион может похвастаться вот таким подходом. С самого начала грамотным научным подходом. В последующем эта научная комиссия должна была, конечно, быть преобразована была в институт. Либерберг, конечно, задумывал громадные у него были планы, связи. Он встречался в Москве с представителями Америки и рассматривал свой вопрос о выделении кредита. Америки. Значит, вот по этому вопросу я даже хочу сказать, что он меня настолько заинтересовал. Дело в том, что там я нашел в архиве письмо Либерберга, когда он из Москвы писал Хавкину, Матвею Хавкину, это первый секретарь обкома партии был, о том, что я встречался с Розеном. Значит, сейчас ведутся переговоры о выделении кредитов в 50 миллионов долларов. И, значит, при положительном решении этого вопроса я буду в числе тех, кто будет подписывать этот договор, потому что были определенные ограничения. И Либерберг должен был, конечно, подписать вот этот договор о выделении товарного кредита. Меня это настолько заинтересовало, что я попросил губернатора нашей области Александра Винникова, чтобы он через консульство Америки запросил, есть ли возможность, например, получить дополнительные документы, касающиеся вот этой встречи. Были такие встречи или нет. И надо отдать должное, что американцы с пониманием отнеслись и выслали нам документы, подтверждающие, что да, такие встречи состоялись. То есть Рузвельт был в курсе о Биробиджане. Уникальность истории Биробиджана заключается в том, что если другие какие-то автономные у нас республики, которые сегодня есть, те регионы, которые существуют, национальные, их создание замыкалось на наш центр и не выходило за его пределы, то создание еврейской автономной области оно было как бы под таким широким, под широкой поддержкой международных еврейских организаций. можно даже так сказать, что они не остались в стороне еврейской организации за границей. И создание средств массовой информации под гидой азетов они имели различные названия в том числе и в Америке и в Китае в Харбине в том числе был азет и в Польше Германии в Англии во Франции в Бельгии значит в Бразилии в Аргентине везде были вот эти вот организации которые способствовали развитию Биробиджана. Я в документах насчитал 14 стран которые оказывали содействие и не просто это было содействие на словах это была и поддержка и самое главное это были еврейские переселенцы приехавшие вот из 14 стран в Биробиджан строить его строить эту еврейскую государственность то есть из 14 стран приехали представители разных стран для того чтобы создать вот такое государство еврейское как свое время Эстер Розентель Шнайдерман сказала это был конечно огромный шок это они были настолько воодушевлены что называли вот эту идею различными эпитетами различными словами она говорила о том что мы словно получили укол Б2 мы словно получили витамин значит ББ то есть вот эти вот все вот эти эпитеты все были связаны именно с Биробиджаном волшебная страна Биробиджан так назвала эту страну Ирина Новицкая внучка Иосифа Либберга с которой я познакомился недавно я очень много искал какие-то нити какие-то концы чтобы найти если я предполагал что должна быть связь потому что его жена Либберга в 1937 году его вызвали значит в Москву расстреляли его вызвали в 36 в августе значит и в августе сразу же арестовали а в 37 его перевозили с Киева в Москву уже тогда были допросы в разных вот таких вот городах и после предъявления ему обвинения значит что он был одним из руководителей центра троцкистского в Киеве его расстреляли а его жену следом арестовали и посадили на 8 лет просто как член семьи врага народа Сир называется значит я рассчитывал что найду и вот действительно это просто счастье улыбнулось есть очень интересная даже вот такой вот такая связь Либберг по документам тем которые я видел а я рассматривал его автобиографию написанную собственноручно он там написал что он родился в 1899 году 27 октября то есть ровно через 50 лет я родился я только в 49 году родился и его Иосифов назвали меня Иосифов у него маму звали Роза и мою маму звали Роза вот такое вот совпадение было вот в этом вопросе что меня тоже немножко шокировало но когда я нашел его внучку и она мне рассказала о том что ее бабушка рассказывала удивительные вещи о Биробиджане о том что собой представлял этот город о том как они с дедушкой сюда приехали и строили Биробиджан и она говорит значит в моем детском воображении это осталось как волшебная страна Биробиджан я конечно думаю что это очень трогательно это очень вот так вот детские воспоминания они такие яркие обычно и они на всю жизнь остаются поэтому тут можно только отдавать должное тем людям которые приехали сюда строить в 30-е годы и начинаешь понимать что люди сюда приехали по своей доброй воле их сюда никто не гнал это далее в 1938 году когда прошли вот эти годы репрессии когда значит прекратились расстрелы 37 38 года вот тогда уже значит переселением в Биробиджан занялось НКВД потому что ехать сюда никто уже по сути дела добровольно особо и не рвался так как почти все руководство области было расстреляно посадили многих посадили многих расстреляли я был одним из инициаторов создания книги памяти жертв политических репрессий и вот то что мы издали в прошлом году книгу значит вот в этой книге собрано свыше 6 тысяч имен более тысячи из них были расстреляны конечно это трагические страницы в истории области и об этом тоже никогда нельзя забывать надо отметить что после первого вот такого страшного удара который был нанесен а я считаю что это как раз вот эта сталинская машина это сталинская месть ее так можно было бы назвать потому что говорят репрессии а чем эти репрессии были связаны Сталину они были связаны конкретно с тем что Сталин приказал всех кто был каким-то образом его может быть даже не волновало кто убил Кирова его не волновало что там произошло с Урицким его не волновало что там еще было где-то какие-то проблемы его волновало то что Троцкий был жив и Троцкий своими идеями это по сути дела мы знаем историю большевиков я чуть отвлекусь мы знаем историю написанную большевиками написанную Сталин Ленин мы эту историю знаем но мы не знаем ту историю которую написал Троцкий к сожалению это было уже потом и потом это было издано не тем тиражом которым издана была история КПСС и вот тот тираж он запудрил людям мозги и по сути дела я был одним из инициаторов не инициаторов проводников потому что я занимался идеологической работой в свое время которые рассказывали о том что собой представляла наша власть и как она строилась как она создавалась но в конечном итоге если прочитать сегодня что Троцкий думал и как Троцкий видел и как Троцкий считал о революции что это было как она произошла и кто был двигателем ее этой революции то наверное надо по-другому будет оценивать многие моменты и надо будет по-другому смотреть на нашу историю и понимать что же произошло с советской советами вот после революции куда двигалась наша страна вы ведь не только историей увлекаетесь но я так понимаю и перспективами ситуации в области автономной перспективами вот эта книга ваша она о чем как она называется покажите обложку знаете вот занимаясь этой историей конечно я понял что то что я написал у меня была издана книга Лыхаем Барабиджан это книга о истории моей семьи но история моей семьи она как бы идет одной нитью через призму которую показана история области значит вот затронуты были практически все эти моменты жизни нашей области и я понял что история семьи это одна из таких вот ячеек составляющая историю всей области уже из каждой вот ячейки семьи складывается что-то общее община вот эта вот еврейская община это была история моей семьи и она я даже нашел такие моменты что созвучно многим и по жизненному вот такому вот по жизненной линии как это все это происходило и по тем проблемам с которыми сталкивались первые переселенцы потому что дед по сути дела мой приехал в 1927 году в числе первых переселенцев в Биробиджан и к счастью он понял что в 1936 году начинается он выехал из Биробиджана и очень вовремя он был руководителем райзагод конторы в Биробиджане а его областной руководитель облконторы облпотребсоюза его посадили сразу же значит в 1937 году и пять лет он отсидел я потом нашел в другой книге изданной в Израиле эмиграция плюс тоже наш бывший Биробиджанец Кац написал эту книгу и вот там он написывает о судьбе вот этого его областного руководителя потом вернулась семья после войны сюда в Биробиджан и продолжала строить и вот до настоящего времени я здесь живу а вот что касается дальнейших я понял что необходимо это все может быть написать и показать людям о том что это не миф Биробиджан так как издания которые были здесь и за рубежом они в общем-то касались именно вот этой вот точки зрения что ну Биробиджан это все фикция Биробиджан это все надуманное это все нереальное и тогда у меня была идея возникла идея написать диссертацию я защитил ее в 2010 году которая была названа еврейская автономная область между мифом и реальностью культурологический анализ чуть выше поднимите выше чуть-чуть а вот так отлично видно да да по диссертации издана монография она опубликована в Германии сегодня вот это так сказать с такой обложкой конечно же работа не остановилась сегодня закончена по сути дела еще одна работа работа тоже я бы ее назвал уникальной почему потому что практически никто не затрагивал тему истории науки еврейской науки можно ее так назвать почему потому что в 1932 году в Биробиджане было по сути дела впервые проведено совещание представителей академии наук и было создано принято решение создания трех институтов в Биробиджане вот такого никто не слышал вообще когда я нашел вот эти документы и опубликовали их в одной из моих статей научных значит многие удивились насколько это это все актуально и вот это меня убедило в том что Биробиджан не может быть сегодня вот та интерпретация которая дается что это миф что это красный сион значит остаться в истории под вот этой вот вывеской вот и сейчас вот в сотрудничестве с ученым из Киевского института Александра Заремба мы вместе с ним заканчиваем работу над большой монографией которая как раз будет посвящена вот этому вопросу то есть научной точки зрения показать что никакой это не миф что это действительно реальность очень многие вопросы подняты здесь по сути дела значит ранее рассматривалось все это в негативном плане все что было это все было как бы сразу уже понятно что Сталин затем значит можно сказать большевики они не уделяли внимания Биробиджану в последующем это КПСС и Биробиджан была как ширма как фикция как какая-то дешевая открытка которые прикрывали и показывали национальные решения национальных проблем вы знаете можно по-разному воспринимать это все но хотелось бы чтобы люди реально учли как это воспринималось не только вот здесь вот вокруг Биробиджана не только теми которые приезжают сюда наскоком то есть приехал посмотрел пообщался с одним с другим на улице там нашел какого-то бендюжника там и взял у него понятно какое интервью можно получить по этому вопросу это можно найти в любом уголке нашей страны в любом городе в любой деревне но я считаю что то что сегодня здесь представляет собой этот город то что собой представляет эта область это далеко неординарное вот по меркам мы в общем-то нашли общий язык с этим ученым с Александром Зарембой я ну хочу сказать что не так много людей занимается Биробиджаном вот в такой вот узкой области чтобы знать что это такое за образование с разных точек зрения не так много есть в Израиле Борис Котлерман но тоже наш Биробиджанец есть Давид Вайсерман но тоже наш Биробиджанец бывший кто знает что такое Биробиджан есть те которые просто изучали его значит по другим источникам то есть не по Биробиджанским источникам не общаясь здесь да сегодня надо отдать должное и об этом ранее еще говорилось в Биробиджане информации о самом Биробиджане не так и много это положа руку на сердце надо сказать что очень большой фонд который был он был ликвидирован уничтожен уничтожен цензурой в начале 50-х годов здесь практически все что было в нашей огромной библиотеке это был один из самых богатейших фондов на Идиш в нашей стране он был сожжен я об этом из каких соображений значит они не объясняли из каких речь шла о том что фонд очень засорен значит засорен дело в том что в 49-м году начинается у нас новая кампания борьбы с космополитизмом и вот вот эта кампания борьбы привела к тому что весь свет еврейской еврейских писателей поэтов он был расстрелян лично по приказанию Сталина об этом мы знаем 12 человек были расстреляны это самые известные писатели нашей страны и Бергенсон и Фейфер и еще раньше Михоэлс значит в Биробиджане то же самое произошло в Биробиджане 8 человек это самые лучшие будем говорить писатели поэта Биробиджана они были посажены в тюрьму на долгие годы понятное дело что не отсидели до конца потому что со смертью Сталина они были реабилитированы но факт остается фактом вот вместе с ними был подвергнут репрессиям и первый секретарь обкома партии Александр Бахмутский и председатель облсполкома Литвин но дело в том что вот этот вот второй удар который был нанесен области он был конечно уже смертельным потому что были выведены основные игроки действующие лица основные действующие лица из области тоже так же как в 37 году был уничтожен весь свет ведь несмотря на то что Хавкин пытался вначале посадили одного Либберга но следом же пошел по этапу и Хавкин а след за Либбергом были посажены практически все руководители все его сподвижники то же самое произошло и в годы борьбы с космополитизмом и вот если раскладывать по отношению к другим регионам то область в этом отношении я считаю что понесла большую потерю почему потому что здесь и меньшее количество народу проживало если сегодня взять вот даже грубо вот что собой представляет на Дальнем Востоке если взять в макроэкономическом плане что собой представляет город Биробиджан вы знаете если вот так вот раскладывать по тому соотношению европейскую часть и Биробиджан то Биробиджан можно отнести к городам с миллионным населением вот по соотношению общим вот когда мы говорим о том что Биробиджан здесь пострадал больше всех то надо предполагать надо полагать что и это нанесло огромный ущерб не просто вот вывести из действия руководства это значит и покоронить многие те идеи которые были заложены этими людьми это похоронить экономику потому что ведь по сути дела Бахмутский придя к власти он его назначили в Биробиджан в 32 года такого быть не могло ранее представляете секретарь первый секретарь обкома партии 32 года это вообще что-то уникальное было но у него и не было если его сравнивать с Либербергом я отдаю Бахмутскому пальму перенства перед председателем облсполкома потому что Бахмутский проходил везде по этим делам когда его посадили первым лицом партия тогда уже на местах она всегда была впереди и придя к власти в годы войны значит он сумел как бы быстро очень войти в курс вот этих всех вопросов самое главное что Бахмутский не зная вот этой еврейской специфики он очень быстро вошел в нее он познакомился в 44 году у него была поездка в Москву и он тогда познакомился с членами еврейского антифашистского комитета смехоился и вот тогда по всей видимости он насколько вот мы сейчас видим мы изучаем этот вопрос он будет отражен и вот в этой монографии что вот эта вот связь это как бы попытка вторая связь Бахмутского с Михоэлсом с еврейским антифашистским комитетом именно они его по сути дело ведь Михоэлс поехал в Америку для того чтобы получить поддержку американских евреев и для того чтобы собрать как можно больше средств для того чтобы оказать помощь в войне в победе и то что сделал Михоэлс не передать словами но Михоэлс поехал в Америку с пакетом документов который ему дал Бахмутский который был представлен из нашей области для того чтобы там можно было найти поддержку и Биробиджанскому проекту и вот здесь вот мы видим по сути дела след американский след в истории Биробиджана он проявил себя в 1936 году в 1935 даже когда рассматривался вопрос о том что американцы решили оказать содействие кроме того что они уже оказывали кроме того что они отправляли сюда материалы технику оборудование что они отправляли тракторы экскаваторы сюда они решили и культурную оказать поддержку была собрана огромная коллекция картин по сути дела более 200 картин в Америке которая в начале экспонировалась в нескольких городах США а потом была привезена в Москву в Москве тоже прошла выставка этих картин которая имела большой успех и эти картины должны были отправить Биробиджан и Либиберг пишет благодарность американцам и говорит что да мы найдем здание и мы эти картины в Биробиджане разместим в одном из подходящих зданий и вот тут в 36 году вот когда уже картины в Америке вернее в Москве когда их уже мы знаем что их должны сюда в Биробиджан отправить Либиберг шлет телеграммы что да вот все это приближается и тут значит Либиберга арестовывает а в Москве начинаются аресты в отношении Камзета и по сути дела всех членов Камзета расстреляли и некому было эти картины передать а в Биробиджане некому было их принять в Биробиджане в Биробиджане в Биробиджане в Биробиджане в Биробиджане